Уважаемые коллеги, сегодня сотрудничество между российскими и китайскими средствами массовой информации имеет огромное значение для развития всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами. Укрепление дружбы и доверия между народами России и Китая – это главнейшая задача для всех журналистов, вовлеченных в орбиту информационного обмена между медиакомпаниями. Поэтому сегодняшняя церемония запуска российско-китайского проекта по обмену видеопродукцией является еще одним важным шагом на пути развития взаимовыгодного сотрудничества в медиасфере. Телеканал «Большая Азия» совместно с медиакорпорацией Китая с января этого года ежедневно производит и выдает в эфир программу «Китайская панорама», которая знакомит российского телезрителя с реальной жизнью Китайской Народной Республики. Благодаря нашему сотрудничеству миллионы российских граждан от Калининграда до Владивостока получают объективную информацию о Китае, об успехах и достижениях в науке, образовании, медицине, о новых космических проектах и развитии спорта. Мир с нетерпением ждет октября этого года, когда состоится очередной 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Полагаю, что в рамках проекта по обмену видеопродукцией мы должны организовать в этот период интенсивное взаимодействие, вовлекая в этот процесс квалифицированных экспертов. Уверен, что китайской аудитории будет интересно знать мнения россиян по ключевым вопросам, которые будут рассмотрены в повестке дня 20-го съезда КПК. Мы ожидаем, что медиакорпорация Китая в этот период сделает ежедневный дневник съезда для зарубежных СМИ, который будет размещен в открытом доступе на ленте CCTV. Сегодня телеканал «Большая Азия» еженедельно производит и размещает в своем эфире и на сайте бегазия.ру 75 минут оперативной информации Китая. Программа «Китайская панорама» – это исключительно позитивный взгляд на мир глазами российских журналистов, которые с усердием ежедневно формируют позитивную повестку российско-китайских отношений, строит мост дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Мы уверены, что развитие доверительных отношений между Россией и Китаем во многом зависит от уровня взаимной информированности. Хочу пожелать всем успехов и новых творческих открытий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова